Мы так не делаем. Вы потом первые пишите в админ-контроль, что нарушает им это. Нет, нас ему можно с ним расчетаться. Да. Они там четко указывают. Да, кто за то? Есть предложение, это ваше право. Мы теряем этот проект. Кто за то, чтобы включить? Подожди, пожалуйста, послушайте. Потому что это помощь людям. Так вот, пожалуйста, не мешайте. Кто за то, чтобы включить дополнительный вопрос демарок по ветку дня? Это для людей же нужно, а не для меня. Я обращаюсь к Николай Петрович, я вас очень уважаю, пожалуйста, и делайте так, чтобы я вас получаю. Не выкрикивайте, пожалуйста. Вы были примаром, и знаете, как вести... Вот именно, чтобы был примаром, поэтому и говорили, что нужно быть на самом деле. Я напомню вам многое, что если вы будете на самом деле. Так, все. Так, давайте, пожалуйста. Так, все, пожалуйста. Переходите в рельс, зайте повести дня. Петрович, вы меня не видите, что ли? Вы причем, да и когда нужно, нам... Я не предложил, я сам сюда пришел. Так, а тем более. И все, отдайте слово. Я хочу слово вам задать. И за вас, за вас ничего не предпринято. Потому что вы нарушаетесь. Кто против? Вы нарушаете. Мы это слушали. Кто против? А за вас по 80 человек проколошу. Кто против? Мы собрались. Вы в картины в зал, включите Роман Владимирович. Тем более слово вы спросите. Кто против? Вы сегодня ведете деструктивную работу по отношению к городу. Уважаемые советники парни СССР. Вы пригласили. Вы предложили? Статья 17. Закон об местной публичной власти. Любой присутствующий не имеет право высказаться по иному вопросу. Кто за то, чтобы утвердить повестку? Я хочу делать предложение. У меня к вам вопрос как к председателю совета. Кто за то, чтобы утвердить в целом? У тебя есть право, он не отказывает. Если да, зафиксируйте, пожалуйста, данный факт в протоколе. Люди вас привели сюда, а вот они уже не нужны сегодня. Я еще раз повторю. Я прошу слово. Я прошу слово. Так, Роман Владимирович. Я прошу слово. Что вы не председателем и как вы здесь есть? Пожалуйста, не мешайте. Я не мешаю. Я имею право высказаться или нет. И вот когда дам вам дадут слово, тогда вам не дадут. Я пойду, почему я слово не даю. У меня есть вопрос, касающий конкретных вещей. А вы этот вопрос не рассматриваете? Не вы рассматриваете, я его предлагаю. Не вы рассматриваете. Когда откачете, тогда будьте говорить. Понятно? Вот послушайте, что по закону. Ведь есть статья 17-я. Закон о местной публичной власти. Все заседания являются публичными. Наслаждение этого. Пункт 4. Который говорит о том, что любое профессиональное лицо имеет право высказаться. По какому не дадут? Вот я вам говорю, не дайте слово. Вы его не даете. У нас есть и по закону, и по положению, что присутствующие зали... Откуда вы знаете, рассматривать или нет вопросов? У меня есть вопрос, и нам как председатель Совета. Да, пожалуйста. Замечание Романа Супер Владимировича... Поставьте на голосование, пускай мне не дадут слово, чтобы я знал, как голосуют. А потом мы сами разберемся в судебном инстанции. Записали, да? Еще раз повторяю. Еще раз повторяю. У меня свой личный вопрос, еще раз повторяю. К вам 9 января прошлого года поступило заявление, которое до сих пор не было рассмотрено. После этого я обратился к правокрутным органам, которые оштабовали председателя комиссии по земельным вопросам за то, что он затягивает данный факт. Дайте публично мне ответ. На каком основании вы сегодня не рассматриваете данное заявление? По политическим мотивам? Да, по политическим. По каким-то другим дайте ответственный ответ. Я вас говорю, но это в отличие от их. Эти люди работают на улице, и в снег, и в дождь. И вы сегодня хотите их сократить и передать туда, где люди не смогут заработку слабо получать. А потому что они, да не я так сказал, они оттуда встречи. Это во-первых. Дайте слово только писали услышать. Вы не хотите услышать? Вы не хотите услышать? Валентина, давай и снова. Говори. Говори. Я с ним месяцами уже пока не получала за вклад. Всего вашу слова не знаю. Вы сами знаете, что за это исключение перевезти в банк. Хорошо. Спасибо. Вы хотите вас оставить без хлеба? Везти чего вы хотите. Возьмите медленки тогда, и не забывайте. Вам уже этим не угодно. Не, не предлагали мне. Она хочет высказать свое мнение. Она хочет высказать свое мнение. Потому что бюджет, бюджет на, я говорю, факту, бюджет нашего города потеряет где-то 800 тысяч лень. Потеряет. Затом выиграет. Затом выиграет. Затом выиграет. Затом выиграет. Затом выиграет. Затом выиграет. Обосколько, чем они выиграет. Так, мы сейчас говорим не об этом. Вы решаете судьбу людей. Вот скажите людям, что они получат за то. Когда будет дождь? Где они будут работать? Нигде? И зарплаты не будет? Приложение, номер. Конечно. Как они будут зарплаты? А если я не заказал эти работы? Как они будут? За что? За что? Раз, два. Так, пожалуйста, позвоните. Давайте не успокоимся. Мы платим, что я не стал. Пожалуйста. Сегодня есть люди, которые должны работать на своих местах. Затом выиграет.